Всем привет, с вами Крис и мы возвращаемся на работу. Ну, точнее, Вася возвращается на работу. Здесь у нас, по-моему, нету Александра Гота. Он вообще в курсе, что у него сын родился, нет? Он даже, по-моему, не знает, что случилось. Так, это еще что за женщина? Лидия Соболева. Что-то тут реально как-то призраков стало безумно много. Я не понимаю, почему. Так, сначала она была серой, теперь она стала зеленой, и я ничего не соображаю. Окей. Подождите, мне казалось, у женщины глаза светятся. Нет, слава богу, а то уже думала, это нашествие этих вампиров стало. Что же мы должны сделать? Выпустить ориентировку? Давайте выпустим. Я чувствую, мы на работе продержимся недолго, потому что... Потому что, посмотрите, какая у нас бодрость, мы хотим еще спать. Ну, я думаю, это не помешает нам тут выполнить все те функции, которые мы тут задумали. То есть, мы сейчас все вот это сделаем. Окей, мы должны поймать подозреваемого. Ой, в каком он месте шикарном. Это же то место, где нам Адам сделал предложение. Арестовать подозреваемого. Давайте посмотрим, что же у нас здесь в дневнике написано. Давайте глянем. Подозреваем взрослый персонаж и подозреваемый неуклюжий персонаж. Шикарно. И как мы, блин, поймем, кто это? Окей, давайте посмотрим, кто у нас здесь находится. У нас здесь есть вот бармен, молодой персонаж. А это у нас пожилой персонаж. А нам нужно какой-то, по-моему, взрослый. И я что-то не запомнила. Да, взрослый персонаж. Подождите, ты хочешь сказать, что Хейли? Хейли, подожди, а ты что, родила мужу, что ли? Блин, как все у нас получается-то в летсплеях, все быстро. А вот еще у нас взрослый персонаж. Но я думаю, Хейли-то у нас ничего не сделала. Спросите про подозреваемого. Нам нужно узнать, во-первых, кто... Я так чувствую, у нас много взрослых персонажей. Ну, давайте попробуем. Нам нужно поболтать по полной программе. У нас часто оказывались рыжие, подозреваемые. Поэтому попробуем на рыжие оторваться по полной. Спросим ее. Жизнь радостно представится. Почему еще? Презти дружеские. Ну, давай. Темпи вальса, Вася. Темпи вальса. Че, ты не прячься от нас? Не надо прятаться. Не надо. Ну. Поехали. Спрашиваю у нее. Тебе нужно выяснить, неуклюжая она? Да? Нам нужна неуклюжесть. В общем, обо всем поговорим. Дружбневные действия. Давай, душевный разговор. Я хочу душевный разговор. Давай, обсудим интересы. А кто у нас здесь еще? В принципе, может это быть Анастасия Соколова. Но почему-то я сомневаюсь в этом. Потому что вот... Что это? Хейли, ты че, нас сканировала? Или, Хейли, ты хочешь нам помочь? О, странное атмосферное давление. Хейли, ты не слишком ли с ума сошла у нас? Поднять настроение? Мне кажется, сейчас сложнее будет арестовать у нас. Потому что все прошлые, как бы, аресты у нас проходили слегка. А, ну да, у нас же один арест только был. Тогда понятно. Узнать, как прошел день. Сплетничать? Давайте попробуем. Потому что нам реально нужно будет узнать, неуклюжая она или нет. Прямо обсудить интересы. Ну, давай, давай. В тот раз было легче узнать по одежде и так далее. А сейчас совсем нехорошо. Давай душевный разговор попробуем. Нет, реально, Хейли родила, а у нее такие дойки сразу. Серьезно, и живот. Нужно будет выяснить, что у нее за ребенок там. Так, ну хватит, хватит. Не надо с тобой нам болтать. Нам нужно с ней. Нам нужно выяснить, кто ты. Так, гурман, ты нас гурман. Хорошо. Ну, раз гурман. Это еще не все, да? У нас еще три показателя. Точнее, два. Гений. Гурман, гений. И чего еще? Сплетничать. Ой-ой-ой, надо еще что-нибудь провернуть в такой. Забавную историю давай попробуем. Еще что-нибудь выясним? Выразить восхищение. Я уже не знаю, просто начну нажимать, чтобы выявить в нее третью черту характера. Так, гуняй, давай душевный разговор еще раз. Ой, смотрите, бабуля наша. А это кто, получается, наша? Свекровь, да? Вроде свекровь. Или я самую... Куда ты пошла? Куда пошла? Женщина! Остановись! Остановись! Ой, сколько народу-то стало. Прям Алексей Александров. Вот бабуля наша решила с нами поболтать. Бабуля! А, я уже не представляю, был год старый. Я вообще в нем не вижу старуху. Еще. А, все. Вот, неуклюжая. Все, сто процентов. Берем ее. Берем ее, ребята. Берем арестовать. Вот знаете, мы сначала ее так в друзья, в друзья набивали, а потом все, втерлись в доверие и все. Предали ее. Предали тебя, Лесли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, помахай у нее перед носом. Вот так, Лесли, Васю не обманешь. Поняла, девочка? Эх, вот почему у нас все рыжие оказываются преступниками. Потому что, как говорится, рыжие без души. Ну чего, заперли в кавере, давайте допросим. Можно снять отпечатки пальцев, в принципе. Опа, смотрите, у нас юнонка пришла. А это что за стая гусят, а? Стая утят, стая гусят. И все у нас пожилые. Ой, ну практически пожилые. Вот у нас еще одна. Чего-то допрашивают. О, этот мужик у нас явно недобрый. А ты у нас... Она у нас плачет, бедняжка. Что, тебя незаконно посадили? Мне ее жаль. Искренне тебя жаль. Искренне, искренне. Ну а вы чего грустите? Надо потом с юноной поговорить. А, то есть у нее можно взять, типа, заявление, да, свидетеля? Ну, ок, ок. Ну чего, берем отпечатки? Давай, сдавайся властям. Не боись. Что, все, отказано в доступе, да? Давай еще раз пробуем. Все, малорик. Теперь мы тебя допросим. Ну что, вперед? Можно обыскать его. Давайте обыщем. Ну, на всякий случай. Может, она куда-нибудь в лифчик что-нибудь засунула себе. Давай, 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 давай. Слушай, не там щупаешь. Не там, не там. О, посмотрите на каких. Она прямо... Ой, да, она на лабутенах у нас. На лабутенах. Так, ладно, я не буду петь. Молчу, молчу. Ах, вирусные песни, они всегда как прилипнут, так и не отлипнут. Чего ты у нее там нашла? Что, все? Обыскала, да? Ну, вперед. Давай, я тебя буду сейчас допрашивать. Кстати, мы можем ее сфотографировать. Да? Сфотографировать. Лесли. Лесли. Ну-ка, вставай. Я тебя сейчас пробью по базе данных. Давай. Рост, вес. Ладно, вес можешь не говорить. Эээ, не грусти. Молодец. Слушайте, она так похожа на пенси чем-то. Может быть, у нас сестра ее какая-нибудь закадычная? Нет? Сестра по несчастью. Ну, ладно, сестра. Давай мы тебя опросим. Эээ, допросить. Да. Вперед. Ускоряем, ускоряем процесс. Друзья мои, речь, речь, речь. Вот. Молодцы. О, мы в нашу любимую камеру идем. Вот мне вот так вот нравится больше ее допрашивать. Итак. Приступаем к допросу. Номер один. А, чего же мы тебя такого спросим? О, клеветать? Плохой коп? Ну, сначала мы начнем с хорошего копа вежи. Вежливо попросим. Ну, давай, колись. Так. Видимо, это... Хотя, смотрите, выглядит застенчиво. Это уже хорошо. То есть, мы немного втерлись к ней в доверие. Поэтому, я думаю, плохого копа пока не нужно включать. Мы улику приплести... Ну, давайте, показать фотографии с места преступления. Я думаю, вот это как раз у нас пойдет. Как нужно. Так. Ну, смотри. Там, по-моему, Юнуна была. Ну, или бы у меня уже глюки идут. Ага. Ну, в общем, она пока вообще никак. Не отвечает ни на что. Хорошо, давай еще раз. Вежливо попросим информацию. Ага. Вон, видите, уже сдвинулась. Очень напряженной. Чего? Она такая смотрит на нас. Спасите, помогите. Спасите, помогите. Тихо, тихо, тихо. Ну, давай включим плохого. Историю про тюрьму. Да. Такую байку, прямо. Страшилочку. Ой, какая тебя жизнь сладкая ожидает. Ой, прямо мед. Обмажься в нем и искупайся. Вот такая вот тебя жизнь ожидает. Что, нравится? Ты еще не знаешь, какие там у тебя за решеткой друзья будут. Ну, что, глаза скосило, что ли? Женщина. Ой, какая ты странная все-таки. Выглядит испуганно все. Ей уже нехорошо. Ладно, давайте задобрим ее. На светскую беседу. Я так понимаю, она у нас из интеллигентов. Поэтому мы пообещаем вкусную еду. Что за фигня? Нет, конечно. Обсудить жертвы. Давайте обсудим. Ой, нам нужно это остаться допоздна. Чтобы все успеть сделать. Давайте немножко ускоримся. Вот, уже что-то идет. Плохой коп. Куда ты пошла? Вась, Вась, Вась. Только не засыпай. Нет, нет. О, блин. Ты понимаешь, что дверь-то открытая? Она же убежать сможет. Просыпайся. Ой, 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 ой. И что ты? Хочешь в туалет еще? Мамма миа. Давайте сразу ее посадим. Потому что я уже не вижу смысла ее допрашивать больше. Потому что она и так виновата. Я понимаю. Просто я не знаю, какие мотивы ей двигали. Когда она совершала поджог и прочее. Но, видишь, у нас сегодня что-то плохое настроение. Поэтому мы тебя сразу посадим в камеру. И все. Кстати, у нас же здесь сидела другая женщина. Которую мы садили. А, я ничего не поняла. Какой веселый глюк у нас получился. О, у нее там кроватка есть. Она поспать может. Да. Надо отправиться сейчас домой. Только мы в туалет сходим. И, может быть, мы, 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 мы. В смысле, тут можно еще раз допросить подозреваемого? А, да ладно. А можно, можно же их. А, нет, обыскать только. А их что, допрашивать нельзя? Ой, грустно. Хорошо, ты пока у нас сиди в следственном изоляторе. Как говорится. А, нам бы, нам бы, нам бы, нам бы, нам бы пить вино. Так, Александр Готт. Скажем ему про сына. Нет, иди нафиг. Ты нас не интересуешь сейчас. Сейчас не как отец. Не как любовник бывший. Вообще, никак ты нас не интересуешь. И, кстати, где у нас начальник? Так, ты у нас детектив. Просто детектив. О, Клифф! Ну, что ты опять здесь забыл? Ой-ой-ой-ой-ой. Начальство! Ау! Просто нет начальства. Ничего нет. А, давайте тогда посмотрим базу данных. Базу данных, да. Вот это. Нет, реально, нам нужна начальница. Хотя мы ничего такого путного сейчас не сможем сделать. Поэтому, ну, плюем пока на это. Вась, ну что у тебя опять с волосами, а? Какая-то фигня. Хорошо, придешь домой, я тебе новый наряд сделаю. И переодену тебя, и причесочку выберу. Будет у нас все в полном ажуре. Ну, все, мы заканчиваем работать через час. У нас ничего нового так и не произошло. Подмотрели базу данных. О, безумно хотим спать. Может быть, тут где-нибудь вздремнем? Нет? Во. Давай, сидя. Конечно, спать на рабочем месте нельзя, но... Я вижу тебя, это не останавливает. Спи, мое солнышко, спи. Ну, где ты, начальница? Так, ты что, хочешь у нас отпустить ее, нет? Я тебя убью. О, Александр, ты чего? Хочешь нам карьеру тут попортить? Я тебя сейчас врежу. И я думаю, нам пора домой, потому что мы больше не выдержим. Хотя 26 минут осталось. Ну, ладно, в принципе, это не так долго. Мы, по крайней мере, поспим немного. Ну же, ну, 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 ну. Все. Мы закончили работу. Да? Да? Ну? Нам нужно переодеться, вообще новый вид себе, новый имидж сделать. И потом, я думаю, мы в конце серии отправимся... Нет, нифига мы не отправимся, потому что Васька у нас хочет спать. Ну, ладно. Спи, мое солнышко, спи. Мы дождемся Адама. Потрясающая вечеринка. Александр, иди в баню. Ты нам не интересен, понял? Дождемся Александра, когда он придет. И тогда мы уже сможем оставить на него детей и изгонять к Захаре в гости. Его ждать недолго пришлось. Это прекрасно. Да, вот Ваське-то надо выспаться. Да, чувствую, сегодня мы не сгоняем в гости к Захаре, но зато мы сгоняем в гости к Марии. Верно? Верно. Отправляемся к Маруське. Ой, Маруся, Маруся, порадуй нас. Как-нибудь уж. Скажи, что у тебя там, не знаю. Сын родился. Что-то мы реально как-то плодовиты на сыновей. Нет? У нас одни мальчики, просто все летсплеи одни пацаны. А похоже дома никого нет. Ой, ну ничего страшного. Знаешь, мы и тут перекантуемся как-нибудь. Посидим, фонтанчики поразглядываем. Но, может как-нибудь тут чего-нибудь сделаем. Мы кушать хотим, кстати. А в туалет здесь можно сходить как-нибудь? Нет? Ну тут ничего не сможем сделать. Ой, грусть, печаль, боль. Так, а вот тут у нас где-то был... Ага, это у нас что за домик такой? Интересно. А, это бар. Все, я поняла. Какое симпатичное место. Слушайте, мне нравится. Давайте мы вот тут посидим. Можно слитчков половить, если это возможно, конечно. Не, походу, походу нет. Они тут просто у нас. Ну ладно. Ну и просто тут посидим, поспим. Ты где? О, это еще что такое? Какие-то грибы, что ли? Да, грибы. Дикое растение. Ага. А куда ты спать-то пошел? Адам? Алло. Прием. Слушай, куда ты далеко побежал? Реально, в какой жопе мира мы находимся, если честно? Я не понимаю. Это у нас какой-то дом. Еще один дом. Я не понимаю, чей это. А, дом Фирс? Это дом Фирс? Да ладно. Как-то ты знаешь, родной мой, далековато побежал. Мы так пропустим все. Может быть, тут можно? Нет, тут нельзя дремать. Ой, печально, печально. Пенси. Слушай, отбой. Давай за Пенси следить. Хотя, ладно, ты там пока занимайся своими делами, а я буду следить за Пенси. Что-то у нас как-то летсплей прям перекочевал. Нет, я не понимаю. Где Мари у нас? Мари. Не, мы должны дождаться ее, верно? Как-то надо это делать. Вот, заняться, заботиться о себе. Да, давай позаботимся. Ты спать-то вообще собираешься, Мари? Давай домой дуй. Симпатичная миленечка такая. Адам, ты где у нас? Я тебя потеряла. Ты уже пошел в туалет. Слушай, ты сам собой занимаешься, верно? Какой ты молодец. Чего? Или ты спать пошел сюда? Или в туалет ходить? Ну, ладно. Хотя бы в туалет. А то спать я бы не выдержала такого. Так, куда мы убежали, что я аж запуталась? Так, вот сюда. Вот, вот у нас Мари. Ай, черт, она все еще беременна. Слушайте, может дождемся, пока она разродится? Иди сюда. Иди сюда, беги сюда, беги сюда. Я надеюсь, она тебя накормит. Накормит. Сегодня мы, короче, ночуем у Мари. Я так понимаю. Ладно, главное, чтобы Васька не просекла. Где мы прохлаждаемся? Что ты делаешь? Какая сосиска в тесте? К черту ее. Брось. И беги сюда. Так, ты туда вышла? Куда ты там вышла? А, в туалет, я так понимаю. Мы должны дождаться того момента, когда она начнет родить. Тьфу, рожать. Боже, что я милю. Заходи, Адам. Ну, захожу. Давайте просто посмотрим на это кино. Что они будут делать? Я ими управлять не буду. У них тут свои чувства, взаимоотношения. Давайте просто наблюдать за этим делом. Так, чего это у нас тянуться? Ой, ну хорошо, потянись. Что, весело, да, тебе? Натворил делов? Сейчас сядет. Так. Давайте просто такое кино. Да вы не стесняйтесь, ребята, не стесняйтесь. Ну? Что? Права будешь качать на детей? Ну, пфу, на ребенка. Господи. Везде просто дети, дети. Спросить, на каком сроке. А на каком-то сроке? Афиг знает. Ну, нет. Попросить потрогать животик, да. Что-то я вот не хочу вот это вот все делать. Безжаловаться на щекотать. Да, мы вот этим займемся сейчас. Давайте, ладно, спросим, на каком сроке. О, какое милашество все равно. Мари хоть и стерва, но... Ей тоже надо радоваться жизни. Да? Слушайте, она его сама за руки взяла. Ты чего? Что там сделала? Поболтать с Марией. Ну, слава богу, ты уже думала, что ты там в уху хочешь. Не надо нам такого счастья. Сейчас не надо. Реально, Мари. Куда пошел? Ты чего? Куда ты пошел? Эээ... Не-не-не-не-не-не. А, слава богу, он наверх пошел. Фу, ладно. Хорошо. Отправиться на пробежку. Какая к черту пробежка, Адам? Ты собираешься рожать или нет? Ай-яй-яй-яй. Обнять. Ну, давайте обнимем ее по-дружески. По-дружески, ребята, по-дружески. Только дружба. Никакого хардкора мы сейчас делать не будем. Дружба в ванне. Не. Идите нафиг. Все. Узнал, как у нее дела. Мне просто интересно, кто родится у нее. Все-таки это... А, вот он может что-то... Ой. Ой, чувство делов-то я сейчас натворю. Ой, делов-то, делов-то. Ой, нельзя мне делов творить. Нельзя меня сюда подпускать. Вот, обсудить обязательства. Да. Обсудим. Мы боимся идти под венец. Но мы все-таки пошли под него и уже нас окольцевали. Ай, грустно-то, грустно стало. Спросить, есть ли пара. Ладно, поцелуем ее. Ой, че ж вы так быстро-то? Ребят, реально слишком быстро. Слушай, сделай ей массажик. Ну, реально, у нее уже... Наверное, спина болит. Вот. Заботушка ты наш. Адам, тебя на всех хватит. Да? Ну, посмотрите на его лицо. Кокетливый мужчина. И губки тут не зажимай. Не надо. Ваську одну оставил, да? Ну. И ты, Мария, тоже хороша. Что, все? Может, ты отправишься домой? Нет? Или с ней? Ой. Я уже даже не знаю, что предпринять. Ладно, ты сегодня останешься с ней. А сейчас я переключусь на Ваську. С одной стороны, я счастлива за Марией. Но с другой, иметь детей на стороне, это ужасно, ребята. Никогда такого не делайте. Я вас умоляю. Не в Симсе и не в реальной жизни. Особенно в реальной жизни. Точно так не делайте. Я предлагаю тебе сейчас отправиться в гости к Захаре. Ой, время-то 5 утра. Какая Захара? К черту ее. Нина Елисеева. Ты чего это? Призрак? Ты чего, умерла у нас, что ли? Коллеги. Ой, сколько же у нас всего-то. Слушайте, мы с Мэтью так и не общались. Ну, как бы хорошо не общались. Слушайте, я предлагаю нам Уильяма повзрослеть. Все же надо это сделать. Уил, я все понимаю, родненький мой. Но сейчас... Да. Пришло время сделать тебя взрослым человеком. Ну, практически взрослым. Потому что, ну, как-то ты уже маленько задержался. Ой, что это такое? Мама миа. Уил, окей. Выбрать черту характера. Ну, чего? Я хочу случайную. Здесь нельзя случайно выбирать. Ну, непослушный проказник, вундеркинд, светский львенок, творческое дарование. И чего? А, мы же хотели из него сделать писателя, верно? Хотя можно сделать светский львенок. Ну, тут тоже, видите, вундеркинд. Как бы можно и вундеркинд разделать. Но, я думаю, творческое дарование лучше. Сейчас это нужно и нам. И мы будем развивать навык. Нет. Нам нужно читательство. Потому что, я вам говорила, что он будет как Шекспир у нас. Уильям Шекспир. Поэтому у нас он будет книжным червем. Да. Все, я все выбрала. Отлично. Ну, и чего? Слушайте, он мне какого-то этого... Грузина напоминает. Слушайте, реально, как будто грузин какой-то. Мама миа. Ладно. Я тебе другую причесочку там выберу. Переодену тебя. Да, розовые тапочки как-то тебе точно не к лицу. Но он у нас, по-моему, в папу пошел. Как бы внешний вид у него папин. Рот точно папин. Нос. Ой, я не знаю, чей-то нос. Не знаю. Ладно, я его потом переодену. И он у нас станет супер красавчиком. Но это уже следующая серия. И я думаю, вам понравится его внешний облик, новый. Ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы можете поставить палец вверх. Подписаться на канал, чтобы не пропустить что? Следующее. А с вами была Крис. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok